всем привет меня зовут александр абрамян и добро пожаловать на мой youtube канал тема сегодняшнего ролика мастер-классы и воркшопы в чем отличие и нужны ли они фотографу вообще тема достаточно спорная и всегда вызывает дискуссию среди фотографов давайте попробуем разобраться а по итогу я постараюсь формулировать свое личное мнение на этот счет и как обычно начнем мы с самого начала давайте разберемся что такое мастер-класс и воркшоп мастер-класс это мероприятие на котором присутствует спикер он же является специалистом в своей области он делится своими знаниями и опытом с людьми которые пришли к нему на мастер-класс а люди в свою очередь уже обладают определенными знаниями но хотят повысить их воркшоп мероприятие на которое может прийти абсолютно любой по уровню фотограф и сделать хорошие снимки как правило на воркшопе работают из-под руки ведущего фотографа и снимают те же кадры что и он заранее поставленным светом подготовленными моделями и локацией на первый взгляд воркшоп и мастер-класс очень похожи но это только на первый взгляд при более детальном рассмотрении мы получаем что на мастер-классе у нас есть теоретическая часть и практическая часть в теоретической части спикер рассказывает нам информацию делится опытом на практике мы ее подкрепляем на воркшопе же все несколько иначе есть только практическая часть там урезан блок теории но при этом у вас есть время чтобы сделать фотографии для своего портфолио и так мы теперь точно определились что такое мастер-класс что такое воркшоп мы понимаем чем они отличаются какие плюсы у одного метода обучения какие плюсы у другого метода из обучения. По-прежнему, готовясь к этому выпуску, я общался со своими коллегами на тему мастер-классов, нужны ли они и так далее. Причем очень интересно. Я задавал всем один и тот же вопрос. Нужны ли мастер-классы? Как они выбирают людей, к кому на мастер-класс ехать? Чего они ждут от мастер-класса? Какие цели ставят перед собой? И здесь оказалась достаточно занятная ситуация. Ребята, которые являются молодыми в плане профессиональном, ну то есть молодые фотографы, они очень сложно формулировали свои цели. То есть на вопрос, зачем ты едешь на мастер-класс, четкого ответа мне не дал никто. После нескольких секунд раздумья все говорили за знаниями и за мотивацией, за каким-то зарядом. В то время как более опытные фотографы, которые давно фотографируют и были на многих мастер-классах, они без проблем формулируют свои мысли и спокойно объясняют для чего. Причем после знаний, ну они тоже говорят, что они едут за знаниями, но после этого они начинают максимально сужать это определение. То есть новички просто за знаниями и все. Хочу, щелк-щелк, знания. Опытные же говорили, мы едем за знаниями, за конкретными инструментами, которые позволят добиться эффекта снимков автора. Едут за знакомством к мастер-класснику, им интересен этот человек как личность и они едут за обратной связью. То есть чтобы пообщаться на тему своего портфолио и уже дальше получить заряд мотивации пообщаться с коллегами и так далее. Один из опытных фотографов, с кем я общался, предложил такой вариант, даже не предложил, а высказал свое мнение, что если вы посещаете много мастер-классов, вы не успеваете обрабатывать информацию. У каждого фотографа своя стилистика, свои цвета, свои приемы съемки и взаимодействие с моделью. Вы приехали к одному, не осмыслив эту информацию, поехали к другому. Идет наслоение и по итогу вы можете чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть тут, но вы потеряетесь. Так вы себя точно не найдете, своего стиля не получится. И поэтому здесь нужно как-то дозировать информацию, которую вы получаете. И обязательно все опытные фотографы согласились в том, что после мастер-класса обязательно нужна съемка по теме мастер-класса. Вы получили знания, вы должны их попробовать самостоятельно, то есть не на воркшопе, который был после мастер-класса, да, вот это вот съемка мастер-классовская. Нет, там у вас рядом педагог, он, если что, поможет, подскажет. Тут вы должны попробовать это сделать самостоятельно, то есть после мастер-класса отснять какую-нибудь love story и так далее и тому подобное. Не обязательно это коммерческая работа. На вопрос, каким образом выбирать мастер-классников, к кому ехать, и первая группа, и вторая группа, все ответили одинаково и достаточно однозначно и быстро. Работы авторов, которые нравятся, к ним мы и едем. Так вот, возвращаясь к своему мнению о мастер-классах, они нужны однозначно, но не все подряд. Вы должны реально понимать, зачем вы едете к человеку на мастер-класс. У вас должна быть цель, у вас должны быть подготовлены вопросы к этому человеку. Вам, во-первых, должен быть интересен стиль, в котором работает этот человек и сам человек, потому что видение работ автора через самого автора, это единственный верный путь, на мой взгляд. То есть вы смотрите на фотографии, вам нравится, вам должен нравиться и этот человек в какой-то части. То есть он мыслит каким-то образом, который дает ему возможность снимать так, как вам нравится. Вот на мастер-классе нужно научиться мыслить так же. Это вообще вот главная цель лично для меня. Технические вопросы, обработка, техника, это все второстепенно. Здесь больше вопрос о философии фотографии. О чем думал автор, когда это снимал? Почему он снял именно так? И вот такие вопросы, если вы найдете ответы на эти вопросы во время мастер-класса, то мастер-класс, конечно, пройден не зря. Но вы должны выставлять требования к себе на мастер-классе. Вы должны понимать, зачем вы туда приехали. И тогда у вас будет выхлоп. Потому что у всех я спрашивал, привезли ли они с мастер-класса то, зачем ездили. Опытные фотографы говорили такую тему, что да, чаще всего мы привозим то, что хотели. Но бывает такое, что и не получается. Все новички, ну, в принципе, вопросы были вот-вот в таком роде. Ну, в принципе, да. Нас зарядили, нам все понравилось, вроде было весело. Насколько часто пользуются они этими приемами, они ответить не смогли, потому что не помнят. В отличие от более опытных фотографов, у опытного фотографа есть структура. То есть он едет на МК и он структурированно понимает, зачем он едет. И он может поставить либо плюс, либо минус. Получил он эту информацию, либо не получил. У новичка такой структуры нет. Если вы подготовите для себя эту структуру, то да, конечно, для вас мастер-класс пройдет очень продуктивно. Совсем скоро на канале появится новая рубрика «Обзор мастер-классов». В этой рубрике я поделюсь своим мнением о мастер-классах, на которых побывал. Ну, а на сегодня, думаю, все. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И помните, чтобы быть профессионалом, нужно развиваться постоянно.